Добрый день, друзья мои, зрители, с вами доктор Казнатин. Сегодня тема лекции видеорога от ИСКУМ точку С1 Дидюань. Давайте внимательно посмотрим, как ее отыскать. Почему? Потому что у некоторых сразу с первого раза не получится. Это не значит, что не получится со второго или с третьего раза. Что для этого необходимо? Для этого необходимо, как всегда, традиционно посмотреть, как простирается данный меридиан, заглянуть в анатомию более подробно, ну и воспользоваться подручными средствами простыми, которыми можно указать на куплантурную точку. Эти подручные средства есть у вас на вашем теле. Итак, для того, чтобы найти точку С1 Дидюань, прежде всего необходимо знать, где она располагается. Пожалуйста, мы показываем внимательно. Смотрите, здесь много ума не надо. Здесь внимание нужно от вас. Итак, лучше всего правую левую руку положить на затылок. И у вас образуется ямка подмышечная. И вот в центре подмышечной ямки вы должны нащупать бьющуюся артерию. Не надо слишком сильно жать. Не думайте, что сильное нажатие пальцев у вас будет что? Сразу же укажут вам на артерию. Но вот когда вы ее нащупали, вот биение артерии. Вот в этой области биения артерии и находится точка С1 Дидюань. То же самое вы можете найти на правой руке, в подмышечной области. То же самое и на левой руке. Здесь, уважаемые зрители, здесь мы просто цитируем. Данная точка находится в центре подмышечной ямки. Пожалуйста, найдите центр подмышечной ямки. Вот. У медиального края под крыльцовой артерией. Там проходит артерия. И она бьется. Любая артерия, она издает колебания, вибрации. Вот в этом, скажем так, бьющемся месте артерии. И находится точка С1 Дидюань. Меридиана сердца. Более подробно, более детально, конечно, анатомия любому человеку в помощь для отыскания акупунктурной точки. Но и для простых массажных движений, помните, уважаемый зритель, вам достаточно информации, чтобы усвоить, как работать с данной акупунктурной точкой. Спасибо за внимание.